Всем привет, меня зовут Владимир Джет и вы смотрите Тест ТВ. Сегодня ко мне на тест попали два совсем необычных смартфона. Компания Caterpillar хорошо известна во всем мире как производитель строительной и горнодобывающей техники. Некоторое время назад стала появляться обувь под этой маркой. Ну а совсем недавно компания стала брендировать и телефоны. И техника и обувь Caterpillar весьма брутальна. То же самое можно сказать и о телефонах. Передо мной B25, это телефон попроще и подешевле, с кнопками. И Cat B15, смартфон с сенсорным экраном. Но как в этом, так и в этом случае важнее не то, что внутри, а то, что снаружи. Оба этих телефона защищены по стандарту IP67. Этот стандарт предполагает защиту телефона от пыли, от воздействия прямых струй воды под низким давлением и нахождение аппарата в пресной воде на глубине не более одного метра в течение получаса. Кроме того, сам производитель гарантирует защиту от повреждений при падении телефона с высоты одного метра в 80 сантиметров. Поверить в эти гарантии довольно легко, достаточно просто рассмотреть корпус устройства. Как и следует ожидать, все разъемы и технологические отверстия оснащены специальными заглушками, кнопки выполнены в пыле-влаго-непроницаемом варианте, а корпус защищен ударопрочным покрытием. И честно говоря, когда держишь эти телефоны в руках, сразу хочется проверить их в деле. Только хочу предупредить, что перед экспериментом стоит проверить, плотно ли закрыты все заглушки. Кстати, находясь под водой, он даже может принять телефонный звонок. Правда, мне сейчас будет довольно сложно ответить. Кстати, надо заметить, что динамик в подводном положении тоже работает. А теперь на очереди краш-тест, падение с высоты. Для такого эксперимента нужно покрытие потверже. Я думаю, керамогранит вполне подойдет. Ну вот, как видите, телефон в порядке. Можно не только поиграть в футбол, но еще и позвонить. Ну что ж, по крайней мере, с ударопрочностью и влагозащищенностью у этих телефонов точно все в порядке. Другой вопрос, насколько это необходимо. Внутри телефона чип от компании MediaTek под названием MT6235 и стандартный софт от компании разработчика. В общем, каких-то изысков от интерфейса этого телефона ждать не приходится. Чтобы убедиться в этом, достаточно немного погулять по пунктам меню. Например, здесь есть одна игра, под которую выделен целый раздел. Ну а еще из раритетов можно найти в App-браузер, запускать который в 2013 году по меньшей мере старомодно. Конечно, модель B15 в плане функционала несравнимо богаче, поскольку это уже полноценный смартфон. Он оснащен 4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 на 800 точек. Это довольно скромно, как и остальная начинка. С другой стороны, двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 4 ГБ флэш-памяти, да еще и слот для карточек microSD несколько лет назад казались для телефонов недостижимой высотой. На B15 предустановлена операционная система Android версии 4.1.2. В меню можно увидеть несколько иконок, которые на первый взгляд могут показаться тематическими приложениями фирмы Caterpillar, а на самом деле являются просто ссылками на страницы сайта. В любом случае, выбор за вами, но прежде чем купить, смотрите Тест ТВ. Продолжение следует...